Сегодня в Мюнхене день глобальной политики. В столице Баварии собрались главы государств и правительств, министры обороны и иностранных дел. На повестке дня Международной конференции по безопасности самые острые проблемы современного мира. Война в Сирии, борьба с террором, кризис с беженцами, конфликт на юго-востоке Украины и санкции, которые мешают развитию экономик. Позицию Москвы на форуме изложил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он призвал Запад отказаться от доктрины сдерживания в отношении России и объединить усилия для противостояния новым вызовам. Из Мюнхена репортаж нашего корреспондента Ивана Благова. Как бы мы ни спорили, есть вещи, которые угрожают всем. Российский премьер подробно объясняет, как война в Сирии способна так поджечь весь Ближний Восток, что и не потушишь. Говорит о миграционном кризисе, об опасности развала Сирии на несколько государств, о борьбе с терроризмом без каких-либо оговорок. «Терроризм – проблема цивилизационная. Или мы, или они. Это пора всем осознать. Без всяких нюансов и полутонов, без всякого оправдания их действий, без деления на своих и чужих, на крайних и якобы умеренных. Неужели нам нужна еще одна, третья мировая встряска, чтобы понять, насколько сейчас необходимо сотрудничество, а не конфронтация? Даже наши недоброжелатели признают, что при всех разногласиях антитеррористическое уравнение без России не решается». С тем, что без Москвы сирийский конфликт не разрешить, сегодня никто не спорит. Глава британского МИДа Хаммонд и вовсе заявил «Вместе с Россией мы победим ИГИЛ». Джон Керри обещал усилить сотрудничество с Москвой в военной сфере. Все это, правда, совершенно не мешает американцам создавать противоракетный зонтик над Старым Светом, а это беспокоит Москву, и расширять военное присутствие НАТО в Восточной Европе. «Остается недружественной и закрытой, по нашей оценке, политическая линия НАТО в отношении России. Можно сказать и резче, мы скатились, по сути, во времена новой холодной войны. Чуть ли не ежедневно нас объявляют самой страшной угрозой. То для НАТО в целом, то отдельно для Европы, то для Америки и других стран. Снимают пугающие фильмы, в которых русские начинают ядерную войну. Я вообще иногда думаю, мы в 16-м году живем или в 1962-м. Тем не менее, история показывает, после кризиса обычно приходит разрядка. О подобной разрядке как раз и говорил российский премьер. Хочу привести слова Джона Кеннеди. Внутренняя политика может всего лишь провалить выборы. Внешняя политика может всех нас убить. Тогда в 60-е годы на пороге ядерного апокалипсиса две противоборствующие стороны вовремя смогли понять, что никакое противостояние политических систем, государств не стоит жизни людей. Я верю, что сегодня мы все и мудрее, и опытнее, и ответственнее. И не разделяют нас такие идеологические фантомы и стереотипы. А те вызовы, которые угрожают всем нам, будут основой не для конфликтов, а для нашего объединения. Для справедливого и равноправного объединения, которое обеспечит нам спокойную жизнь. Следующая панельная дискуссия должна была превратиться, по сути, в заседание антироссийского клуба по штамповке санкций. Состав какой? Президент Украины Петр Порошенко, президент Литвы Даля Грибаускайте, президент Польши Анджей Дуда. Порошенко даже вспотел, агитируя европейцев за сохранение санкций против Москвы, но в итоге был вынужден лавировать, отвечая на вопросы об олигархах и коррупции. Сенатор из США Джон Маккейн не скрывает разочарование. Ветер в Европе за год поменялся. Конечно, глядя на то, как Владимир Путин уничтожает умеренную оппозицию в Сирии, логично говорить об ужесточении санкций. Но наши европейские друзья с этим не согласны. Их, видимо, устраивает то, как Путин разделяет Украину. Так что, что имеем, то имеем. И здесь интересна речь госсекретаря США. Хотя ритуально сегодня с трибуны он и грозил Москве новыми санкциями, чуть ли не впервые совершенно явно дал понять Киеву, время авансов закончилось. Украина есть обязательства по Минску. Два. Важно, чтобы Киев выполнил свою часть договоренностей. Ни народ Украины, ни их партнеры в международном сообществе не считают, что на Украине было сделано достаточно. Глава Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле, он сегодня присутствовал на деловом российско-немецком завтраке, уже позволил себе обнадежить российских бизнесменов. Мы надеемся, что по меньшей мере, начиная с лета, нам можно будет начать процесс снятия санкций. Представители бизнеса, как российского, так и немецкого, ждут этого дня с нетерпением. Большая интересованность в продолжении крупных контрактов. В частности, немцы говорили о необходимости таких, как они говорили, знаковых, или как они называли, маячковых проектов, как, допустим, освоение газовыми сражениями на Ямале или Северный поток-2 в этой сфере упоминался, потому что немецкий бизнес выступает за реализацию успешного проекта. Против нового газопровода выступает Украина. Ряд европейских стран, теряющих доходы от транзита. Но, похоже, это мало кого пугает. Существуют обычные сложности, но мы настроены оптимистично и будем этот проект реализовывать. Тема Украины в Мюнхене присутствует в разных форматах. Сегодня здесь, например, состоялась встреча нормандской четверки на уровне глав МИД. На востоке Украины продолжают стрелять. Нам известно, что Россия напомнила об абсурдной ситуации с совместным центром по контролю и координации по вопросам прекращения огня. Киев блокирует участие в работе этого центра военных ДНР и ЛНР, как заявил Лавров, по идеологическим причинам. Самое смешное, что именно представители Донбасса, Донецкой и Луганской народных республик, подписали минские соглашения, которые были одобрены с этой безопасностью ООН. Поэтому легитимность этих структур в качестве участников конфликта не вызывает никакого сомнения. Привлекли внимание наших германских и французских партнеров, как раньше мы это сделали в разговоре с американцами, что этому пора положить конец. И вот эти вот ребячества должны уступить место серьезной работе, если мы действительно хотим разбираться в том, кто и как должен принимать дополнительные меры по соблюдению прекращения огня. Ближе к вечеру Сергей Лавров отдельно встретился с госсекретарем США Джоном Кэрри и министром иностранных дел Германии Франком Вальтером Штайнмайером. Крайне насыщенная программа была сегодня и у главы нашей делегации Дмитрия Медведева. Множество двухсторонних встреч, известны некоторые детали. Премьер Франции, например, предложил регулярно встречаться и заговорил о цитата «новом импульсе в экономических отношениях». Новый импульс ждут и в отношении Сирии. Поставки гуманитарной помощи по линии ООН могут начаться уже в ближайшие сутки. Грузовики готовы, менее недели остается до предполагаемого перемирия. Впрочем, предстоит еще очень много работы. И вам благой Дмитрий Волков, Олеся Трофимович, Первый канал, Мюнхен.